Приветствую вас всех на канале Turkish People. Меня зовут Елена и я рассказываю про жизнь в Анталии и про все то, что происходит в Турции. Я с большим удовольствием приветствую на нашем канале всех тех, кто собирается приехать в Турцию, ну и также тех, кто их отговаривает. Тема сегодняшнего видео родилась у нас спонтанно. Когда я читала комментарии под предыдущим видео, где мы рассказываем, где я говорю, ура, наконец-то открыли Турцию, что 22 июня возобновляется авиасообщение между Россией и Турцией, что вот я так думала, что все будут говорить ура, здорово, как мы приедем, скоро мы собираемся. А в результате очень много было комментариев, а зачем ее открыли, да вас скоро закроют, да скоро опять будет локдаун, да в Москве там все вообще не работает, и у вас все закроют, и зачем вам эти туристы. И в этом духе очень много комментариев, еще люди друг с другом переписываются. Скажу честно, для меня это было неожиданностью, потому что до этого очень много писали, скорее бы открыли Турцию, у нас там тур пропадает, мы должны ехать, мы хотели ехать, мы уже два года приехать не можем. И вот, пожалуйста, после 22 июня открывается авиасообщение, вот с 25 июня аэрофлот добавляет рейсы, с 1 июля уже Победа полетит, и другие авиакомпании летят в Турцию, а люди опять недовольны. Я понимаю, что сейчас уже начали писать комментарии, что не та эпидемиологическая обстановка, что зачем ехать. Мне кажется, что у людей должен быть выбор. Хочу – еду, не хочу – не еду по каким-то другим причинам, по своим личным причинам, а не потому, что мне запретили. И действительно, ведь очень много людей купило туры, мне писали даже еще в 19-м году по раннему бронированию, чтобы летом 20-го года поехать отдохнуть, а в результате вот уже 21-й год, они второй год не могут использовать потраченные деньги. И вот сейчас, кому повезло, кто перенес тур с прошлого года вот на этот, у них есть шанс приехать сейчас. Еще есть такие комментарии по поводу того, что скоро нас вообще никуда не пустят без паспорта вакцинации, без того, что пока не уколешься, не сделаешь прививку, вообще никуда из страны не поедешь. И даже вот несколько человек написали, мы хотим как можно быстрее поехать отдохнуть, а то вдруг мы потом никуда не сможем уехать. Вот такая тоже есть история. Я читаю много информации, что авиакомпании собираются вводить под давлением властей, что при покупке билета нужно будет указывать свой статус ковидный, что нужно будет указывать, делали ли вы прививку, когда, что, чего. Что-то можно будет перекачать прямо из госуслуг напрямую. Правда, я не знаю, как это они смогут выполнить, потому что билеты продаются, например, аэрофлота, они продаются через международный агрегатор. Как они госуслуги к международному агрегатору собираются подцепить. А, по крайней мере, Голикова дала Минтрансу такое указание разработать такую систему. Еще меня немножечко пугает информация, что вроде бы прививка добровольное дело. Ну, как говорили, мне тут уже писали, что колхоз тоже был делом добровольным, на всех туда согнали. Так вот, и теперь, и это, например, в Москве 60% занятых в определенных отраслях, таких как феры торговли, услуг, общепита, ЖКХ, не знаю, вот еще, ну, естественно, что школы медицины, все должны быть привиты не менее 60% до 15 августа. И кто это не сделает, то на предприятие будет возложен штраф. То есть теперь всю ответственность переложили на предприятие, на руководителей, и с них будут спрашивать. А если у вас сотрудники отказываются, то, пожалуйста, платите штраф. И вообще могут отстранить от работы. Теперь Министерство труда выступило и с этим, что можно официально отстранять от работы, нельзя увольнять. Ну, ты не работаешь, не получаешь зарплату. То есть вынуждают. Как же происходит это дело в Турции? Уже спрашивали меня много раз, я рассказываю. Здесь, вот я не вижу, чтобы сильно принуждали, но тоже делают по профессиям и по возрасту. И по возрасту ты можешь отказаться, ты можешь не прийти. Тебе присылают приглашение. В данный момент у нас, вот начиная с понедельника, уже возраст 40-44 года. И все ниже и ниже опускаются. Начинали они с 65+. Ну, а также у нас по профессиям. Если вы уже знаете, что в Турции работники туризма, работники отелей привиты на 60-90%. Об этом сказала Голикова. И поэтому якобы Турцию открыли, что здесь безопасно приезжать туристам. Ну, вот как раз кто писал про локдаун, скоро нас ведут из-за того, что приедут туристы из России. Ну, заодно и проверим, как работает эта прививка. Вообще, это дело экспериментальное, судя по всему. Проверяют в разных способах. Увидим, работает она или нет. Хотя будут люди заражаться, будут ли люди болеть. Поживем, увидим. Раз Турция готова принимать туристов практически из всех стран. Есть, конечно, список исключений при прилете, откуда надо отсидеть 14-дневный карантин. Но Россия, естественно, не входит в этот список, как и страны Европы. Здесь всех ждут. То, значит, в Турции уверены в своей медицине. Уверены в тех мерах безопасности, которые принимаются. Ну, уверены, может быть, даже в этой прививке. Здесь можно сделать разные прививки на выбор. Это можно выбрать. Заходишь в интернете. То есть у каждого есть личный кабинет, ну, типа госуслуг, как в России. И там можно сделать выбор. Хочешь китайскую, хочешь немецкую выбираешь. Пока вот еще российская там не появилась, но говорят, скоро еще и она там будет. То есть на выбор, что хочешь, то и делаешь. Здесь идут, показывают по телевизору, что процесс идет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Конечно, до Израиля, по-моему, нам всем далеко. Израиль хвалится этим, но тем не менее никого к себе особо не пускает. Мы надеемся, что до такого не дойдем. У нас все-таки страна более свободная. Люди здесь живут туризмом в Анталии. Не вся Турция. Во всей Турции другие источники доходов. Туризм занимает всего лишь пятое место в ВВП. А на первом месте машиностроение. Это ответ тем, кто говорил, что без туризма Турция умрет. Нет, не умрет. Ну, в Анталии, конечно, в провинции будет плохо, потому что у нас здесь туризм и сельское хозяйство – это две самых главных отрасли. Боятся ли здесь приезда туристов? Да нет, по-моему, очень даже безумно рады. Начинают набирать дополнительно сотрудников. Говорят, что откроются отели с 1 июля в сети, которые еще до сих пор закрыты. Но таких уже закрытых отелей осталось очень мало. Туристы есть во всех отелях. Мы были в Кемере, мы были в Лара-Кунду. Это два любимых места, они рядом с Анталией, куда мы часто ездим. Вот в Лара-Кунду у нас наблюдение, что очень много из Европы. Много слышим польской речи, много из Румынии, из тех стран. Да, еще видели немцев. Немцы, кстати, активно начали приезжать. Им разрешили приезжать из Турции только с ПЦР-тестом, без всякого отсидки карантина. Это, конечно, всех обрадовало. Ну, конечно, и ПЦР-тест-то недешево. Между прочим, ПЦР в Турцию так и не отменили. Но есть послабление. Если у вас есть сертификат о вакцинации, то ПЦР-тест предъявлять не надо. Либо, если вы переболели, тогда нужно экспресс-тест на антитела. Но, если у вас есть дети старше 6 лет, то на них ПЦР-тест необходим. Соответственно, в любом случае вам придется потратиться. Ну, и, конечно же, это время, чтобы успеть уложиться не ранее 72 часов до вылета. То есть, в любом случае, поездка в Турцию уже не такая дешевая, как была несколько лет назад. Кто покупает сейчас туры, у кого не было отложено с прошлого года, то все говорят, что стало дороже, что стало намного дороже. К сожалению, выросли цены на все. Выросли цены не только на отдых, выросли цены у нас и в обычных магазинах, и на одежду, и на продукты. Растут, растут потихоньку цены. Лира турецкая падает. Ну, и, соответственно, цены растут из-за этого. Зарплату в начале января всем добавили. Ну, и тут же у нас инфляция съела эту прибавку, и, мне кажется, съела гораздо больше, чем добавили. По-моему, такое происходит везде у нас в мире теперь. Но отдыхать хочется, правда же? Особенно тем, кто мечтал об этом два года, хочется приехать на море. Здесь у нас спокойно в Анталии. Мы регулярно показываем, как у нас здесь на улицах, как у нас в туристических местах, как в городах, сколько народу много, какие меры соблюдаются, кого это очень волнует. В масках у нас по-прежнему надо ходить. Надо ездить в транспорте в маске, заходить в магазин. В магазинах у нас в некоторых меряют температуру уже не сам человек там стоит, встречает вас, а стоят такие столбики. Вы подходите, померяете температуру сами. Честно скажу, больше, чем 36,3 я никогда у себя не видела. И некоторые подходят и 35 даже показывают. В зависимости, насколько далеко ты поднесешь руку к этому аппарату. В масках просят ходить, напоминают про это. Насчет масок на улице. Я уже говорила об этом. У нас такой официальной информации, что маски все, 100% отменили на улице, нет. Но есть рекомендации от министра здравоохранения Каджа. Он сказал в своем твиттере, а твиттер здесь воспринимается вообще как вещь какая-то официальная, что на улицах маски не обязательны, если соблюдается достаточная социальная дистанция. Ну а во всех закрытых помещениях у нас пока без них никак. Не знаю, когда отменят, очень бы хотелось. В данный момент у нас в июне в Анталии жары нет вообще. У нас плюс 28 градусов, это всего лишь 28, а ночью плюс 19. Ну как бы нормально. Жары нет, море не очень теплое. Такое хорошее море. Но сказать как о парное молоко еще нет. У нас жара обычно наступает в июле. Хотя в прошлом году в июне тоже было жарко, до 40 градусов. Вот такие были отдельные дни. Отдыхать здесь спокойно. Шопинг будет нормальным. В магазинах заждались людей, заждались туристов, потому что именно туристы скупали большое количество местного текстиля. Текстильная промышленность работала хорошо и продавали. И полотенца, постельное белье, одежда. Вот я помню же, помнить в торговых центрах, сколько людей с пакетами туда-сюда, туда-сюда сновали. А сейчас зайдешь в торговый центр, пусто, людей мало. Люди настолько есть по субботам, когда есть выходной, и вот с главой семьи едут на шопинг. А в будние дни, особенно если днем зайдешь, ну как-то вообще пусть только совсем. И ты заходишь в магазин, раньше тебе бы улыбались, а теперь они стоят, продавцы в масках, где-то там в уголочке, и вообще на тебя не реагируют, пока вот руками начинаешь махать, или просишь, чтобы подойти, спрашиваешь про размер или еще про что-то. Говорят, завозится товаров мало. Вот то, что висит, вот то и ищите. Еще обувь могут вам пойти поискать на складе, а все остальное пока вот так. Говорят, покупателей мало, новые не обновляются. В интернете, конечно, много товаров, ну туристы ж в интернете не будут покупать. Хотя я знаю таких. У меня спрашивали, как же доставка здесь работает. Можно ли что-то купить, и как быстро приезжать? Я говорю, ну нам в течение трех дней доставляют. Купили, нет, потом отписались на сайте Хепси Бурада, заказали на адрес своей гостиницы, предупредили на ресепшене, что им там придет доставка. Они просто спросили телефон ресепшена, указали его именно там, и они получили свою посылку, потому что вот по отслеживанию там можно в интернете отслеживаться. Они уже видели, что уже в Анталии, что там положено для доставки. И мы, они в этот день никуда не уходили, ну доставили в первой половине дня. Вот такие у нас тоже есть туристы, которые приезжают на две недели и чувствуют себя как дома здесь, в Анталии. Поэтому и любят сюда приезжать, в Турцию. Говорят, что здесь все привычно, знакомо. Единственное, сейчас неудобство огромнейшее – это ездить на общественном транспорте. Помимо того, что надо купить транспортную карту, надо к ней еще привязать ХЕС-код. ХЕС-код надо привязать на сайте вот этой Анталья-карт. Нужен интернет для этого. Если вы, например, приехали в Анталию, купили карту, у вас же нет в телефоне интернет. Ну, у некоторых, конечно, есть. Я знаю, что пользуются, например, Мегафона. Такая услуга, они пользуются интернетом из-за границы. Они быстро зашли на сайт, привязали свои все данные и все, и поехали. А так люди ходят на остановки, спрашивают, помогите. Ну, турки очень отзывчивые. Здесь очень многие говорят на русском языке. Особенно в таких местах типа 5М-мигрос. Там вообще русскоязычного населения много. И помогают. Прямо при вас тут быстренько. Это дело буквально вот одной минуты привязать эту транспортную карту ХЕС-коду. Не знаю, когда его отменят, но, судя по всему, не скоро. Есть такое, знаете, наблюдение со стороны. Когда заказывала я ХЕС-код по СМС-ке, посылаешь СМС на номер 2023. И ХЕС-код приходил сроком действия на один год. У меня он ХЕС-код действительно еще до осени этого года. Я заказывала год назад. А кому заказывал нашим туристам в январе, им пришло аж до января следующего года. Так что я не знаю, когда это все дело отменится. Либо это контроль у нас будет повсеместно. Нас будут контролировать везде и всегда. Такое тоже возможно. Теперь уже ничему не удивляешься. Раньше смотрели фантастические фильмы или читали фантастические книги. Думали, что это фантастика. Такое невозможно. Но видите, очень многое уже сбылось и сбывается дальше. Вроде бы хотела повеселее видео, чтобы получилось. Но опять я о грустном, о слухах, о ваших комментариях. Но именно так хочется общаться со зрителями. Я вам серьезно говорю, я читаю все комментарии. Если кому-то не ответило, не было времени. Потому что бывает, что развернутый надо ответ сделать. Либо, ну как бы не знаю даже, что ответить. Если там поблагодарили, либо написали такой комментарий. Ну, даже поругали. Ну, я буду говорить, нет, спасибо, что меня там назвали каким-нибудь словом нехорошим. Ну, конечно, я не буду так отвечать. Самые агрессивные комментарии часто удаляет YouTube сам. Ну, или либо, если это какая-то призыв к национальной розни, удаляю тоже я сама, если это вижу. Ну, в общем, мой посыл, наверное, следующий. Что у людей должно быть право выбора. Хочу еду в Турцию, хочу еду в Болгарию, в Египет, который никак до сих пор чартеры не откроют. Им столько месяцев обещают, обещают. А может, люди и на Мальдивы хотят, а может, вообще не хотят никуда ехать, а сидеть у себя на даче. Это тоже личный выбор каждого. И говорить о том, плохие слова писать тем людям, которые искренне радуются. О, наконец-то мы куда-то сможем поехать. Я считаю, что это неправильно. Если вы никуда лично не хотите ехать, ну, напишите, а я никуда не хочу ехать. Зачем же грубить другим людям, обзывать их и говорить, что они какие-то ненормальные. Или что они хотят привезти заразу в страну туда-сюда. Или хотят что-то там устроить. Мне кажется, это неправильно так писать. Ну, я стараюсь не обращать на это внимания, но когда вы это мне пишете. Но когда вы пишете моим зрителям, мне это неприятно. Я буду защищать наших зрителей. Иначе им расхочется писать комментарии. А это очень приятно, когда вы что-то подсказываете нам. Когда вы говорите приятные слова. А порой просто вы даже даете совет, что нам сделать, как нам поступить, когда мы спрашиваем об этом. Поэтому общение со зрителями для меня очень важно. И еще я говорю, кому действительно нужен от меня ответ. Потому что на ютубе очень много приходит комментариев. Я бы вам показала в день, может, по 600-700 комментариев. И я вот таких пролистываю, но я не сижу постоянно там. То есть какое-то у меня время есть, я пью чай, полистала. Я вечером отвечаю или еще что-то. Тогда пишите мне в инстаграм. В инстаграме я отвечаю всем. Знаете почему? Потому что там удобно тет-а-тет общаться. А еще можно просто наговорить сообщение. Можно послать фотографию. Можно послать какие-то ссылки. То, что нельзя сделать здесь на ютубе. Инстаграм для меня это возможность вам побыстрее ответить. Стараемся помочь тем, кто спрашивает. Ну а кто не спрашивает, просто любит посмотреть нашу семью, как мы здесь живем. Тоже вам большое спасибо. У нас очень же много зрителей. Я этому очень рада. Мы шли к этому долго, постепенно. Снимаем мы абсолютно разные видео. Знаете, что мы снимаем и про Анталию, как здесь жить, как сюда переехать. Снимаем для туристов. Снимаем рецепты. Но немножко с рецептами у нас сейчас заглохло. Будут они редко выходить? По возможности. Ну простите. Будут. Если кому надо, у нас уже больше ста рецептов, уникальных рецептов от Юсуфа на нашем канале. Можете еще раз зайти. Плейлист «Турецкие рецепты». Я думаю, даже в ближайшее время мы проведем там ревизию и разделим. Напишем «Турецкие рецепты выпечка», «Турецкие рецепты горячие блюда», «Турецкие рецепты супы» и «Салаты». Я думаю, так правильно будет. Правда же? Чтобы легче было найти и там, можете, все самое вкусное мы уже, по сути дела, приготовили. Вот то, что мы готовили здесь в Тума всегда, там уже есть. Я вас всех люблю. Вы знаете об этом. Я вас также приглашаю подписаться на наш семейный канал. Те, кто еще не подписался. Я ведь знаю, что очень много людей смотрит нас, но до сих пор не подписались. Просто нажать на кнопочку «Подписаться» надо внизу, и она загорится у вас сереньким. А сейчас она горит красным. Ну и так мне младшие дети объясняют тем, кто об этом не знает. Можете задавать вопросы мне, Елене. Можете задавать вопросы Юсуфу, либо нашему старшему сыну Андрею. Он про школу очень хорошо и подробно всем отвечает. Может, в ближайшее время он даже снимет видео про турецкую школу. Потому что опять начали задавать вопросы о переезде, как сюда устроиться в школу. В общем, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Пока-пока. Лайк. Кто первый на лыжи? А почему ты не там? Становись туда. Тогда я стану. Давай, Андрюк, залезай. О, теперь мы. Гуляем, 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 гуляем. Что-то у нас к вечеру погода испортилась, скажи. Да, и у нас жары совсем нет. Вот такая жаркая Анталия, совсем не жаркая. Вот такие детские площадки и спортивные. У нас есть в каждом районе по много штук. Что? Детей много у нас начались. Каникулы, но пока еще не совсем официально. У меня каникулы. Да, да, да. Я жду получения результатов экзамена, которые я писал. Если вы еще не видели это видео, посмотрите. Я лего создавал для поступления в лицей. Экзамен, переход из школы. Ну, в общем, нетерпение. Интересно узнать, как же я его написал. Ну, давайте, катайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...